коллеги я вас приветствую сегодня наша тема unit of work о том что это такое с чем вы едят и нужно ли вы или не нужно использовать будем говорить немножко про репозиторий посмотрим некоторое количество схем и я покажу одну из реализации который пользуюсь которые вам рекомендую покажу как она работает ее может быть некоторые нюансы использования ну и перед тем как начать я прошу вас подписаться на канал поставить колокольчик стать спонсором прислать деньги посылки что-то вам еще не жалко вот ну давайте приступим итак на сегодня у нас два вопроса первый это надо ли реализовывать паттерны юнита ворка репозиторий если вы уже используете entity framework core собственно говоря или какой-нибудь вообще другой арм в общем этот вопрос звучит достаточно часто и на него мы сегодня ну вернее я сегодня пытаюсь ответить и второй вопрос это почему про паттерн юнита ворк нельзя горит отдельно паттерна репозиторий это само собой я думаю объясниться в процессе сегодняшнего видео итак давайте переключимся на первое определение определим определимся прошу прощения за каламбур что такое нет ворк и для чего он уже я не буду читать определение которое дал мартин фаулер в своем блоге и я с ним согласен здесь очень просто и желтеньким я пометил то что является корнем да вот этого вот определение и собственно говоря юнита ворк ворк ведет список объектов эти вот объекты как раз по большому счету и есть репозиторий собственно все сводится к тому что если вы в разных репозиториях которые собственно должны отвечать за разные сущности сделали какие-то изменения то нет ворк одним методом который обычно называется там save change или коммит это или коммит или completed в общем то этот метод одномоментно сохранит все изменения базу данных со всех репозиториях это вот если совсем абстрагироваться сказать по простому чтобы было понятно в общем то здесь решается проблема параллелизма то есть все данные вашей бизнес-транзакции грубо говоря будут сокращены сохранены базу данных без каких-либо потерь и вы в общем то завершите свою юнит операцию то есть которая может затрагивать несколько сущностей которые собственно опять же повторюсь должны управляться разными репозиториями и если говорить про причем тут репозитория я уже в предыдущем слайде несколько раз его упомянул и собственно нужно понимать что для того чтобы нет ворк управлял этими репозиториями нужно чтобы он их выдавал ну в общем как-то там у себя вел список да ну и это как раз определяет как репозитории юнит ворк должны работать вместе на сайте microsoft и есть достаточно много описания того как это реализовано вайс по дотнет корт там немножко старой версии тем не менее она работает работает на ура решая определенное количество проблем ну и давайте переключимся к следующему слайду определимся все-таки для чего этот юнит ворк нужен давайте говорить про то что если им доступ к данным производится через абстракцию типа репозиторию нету ворк то нету ворк признан управлять вот этими самыми данными которые были добавлены или изменены вот этими цены абстракции другими словами гарантировать их правильное сохранение в базу данных это то что сказал ранее это так или иначе вам позволит ну в общем то немножко расслабиться в том смысле что не нужно отслеживать и изменения в каждом репозитории но потому что если вы этого делать не будете то у вас могут возникнуть некоторые ошибки которые покажу чуть позже и так диаграмма email для репозитория мы видим здесь интерфейс мы видим здесь его реализацию базовую реализацию естественно репозиторий и для примера я вот привел конкрет репозиторий в данном случае какой-нибудь там ну допустим кастом репозиторий то есть все очень просто в интерфейсе репозиторий определяется универсальной операции так какие такие как добавить удалить получить по идентификатору например там get page list или в общем то могут быть другие базовые названия там об insert место апдейт или допустим get page что вообще может не быть я говорю про то что интерфейс определяете вы и какие вы базовые операции в него заложите те собственные грей будут у вас в классе репозиторий имплементируется реализуются ведь эти вот базовые конструкции соответственно конкретный репозиторий или конкретный интерфейс наследуется от интерфейса репозиторий от конкретного то есть конкретный репозиторий от репозитория и таким образом получается что у вас по умолчанию допустим кастами репозиторий базовые какие-то методы или операции например крут и дополнительный get by дикит пейджет и вы можете их дополнить собственными дополнительными методами в своем конкретной репозитории ну например get products for customer или там делит all products for user боя иди ну что-нибудь такое в общем то все сводится к тому что базовая реализация она существует и все репозитории в общем-то и и получают из коробки из потому что наследуется от базового класса репозиторий если говорить про юнит ворк то здесь на самом деле все просто как я сказал там есть один метод и этот метод может быть комит комплит или там сейф грубо говоря вы можете назвать его как хотите также есть интерфейс и есть его реализация базовая надо говорить еще о том что преимущество этой реализации заключается в том что везде где вы хотите сохранить что-то вам всего лишь нужно в этом вызвать метод комплит ну или там сейф или комит извините ворк и вообще на самом деле да не париться не задумываться о том где она сохраняется то есть все репозитории которые вам выдаст этот самый юниту ворк будут автоматически сохранены ну и в общем то говоря про ответ на вопрос номер два почему нельзя ну в общем то я думаю так все понятно потому что репозиторий не что иное как то чем призван управлять этот самый юнит ворту есть грубо говоря там кишки этого юниту ворка это и есть пачка репозиторий которым выдал и который одновременно сохраняет ни много ни мало ну в общем там это на самом деле решает кучу проблем которые определенные моменты даже дебажа очень сложно не говоря уж том понять как это работает как работает юниту ворк допустим мы используем dependency injection контейнер и в общем-то в конструктор какого-либо класса или хендлера или сервиса вливается юниту ворк и мы получаем у этого юниту ворк экземпляра новый экземпляр репозитория через generic тип подбираем подставляем нужную нам сущность получаем репозиторий все необходимые операции происходят именно с этим репозиторием данные при помощи данные сохраняются при помощи или управляются добавляются если хотите при помощи этого репозитория то есть выполняется крут операций и если у вас были какие-то изменения данных не только чтения то вызову метода сейфу этого самого юниту ворк вы собственно говоря пропихиваете все это в базу данных одномоментно одним скопом ну в общем это такая бизнес транзакция как было сказано раньше то есть все изменения до момента мы подают базу данных ну и это сейчас не касается транзакций баз данных да то есть транзакции анти фреймворка это отдельная песня это мы сейчас говорили про транзакции для бизнеса операции но если отвечать на вопрос первый который звучал следующим образом нужно ли вообще использовать этот самый юнит ворк если уже собственно говоря мы вы используете анти фреймворк это долгая песня это война идет достаточно давно нужно ли не нужно есть и собственно для те которые говорят да нужно есть и те которые говорят нет ну я понимаю что нету смысла говорить о производительность потому что дополнительная прослойка естественно несет некоторые сдержки и это очевидно минус это почему не нужно использовать ну и смотрите если вы получаете достаточно часто в своих проектах вот такие вот типа ошибки когда инстанс используется уже в другом месте или трекается другим каким-то инстансом или вообще собственно говоря может быть с таким идентификатором существует и в трекинге с анти фреймворка в частности то в общем то вот вот это из за того что у вас одна и та же сущность попадает используется в разных репозиториях ну как связанная сущность как свойства навигации и репозитории не могут отследить что это за сущность откуда она пришла где идентификатор нужен ли он нужно его дублировать или он дублируется уже на собственно гре все сводится тому что я не ту ворк отвечает вот за это вот эти вот сообщения вот эти вот ошибки никогда не появляются при использовании юниту ворк даже не смотрел что юниту ворк уже кое-каким образом реализован в самом в этом самом антите фреймворке в частности буду говорить про него и так ответ на вопрос почему не надо использовать тут все очень просто анти фреймворк кор как я уже сказал он уже изолирует код от базы данных причем от любая база данных потому что много провайдеров есть анти фреймворка до db контекст работает по принципу как раз юнита ворк то есть он управляет и позитой то есть db с это и то есть репозиторий db контекст направляет этими db с этами в общем паттерн на лицо и он уже собственно говоря наличие паттерна на лицо и он уже реализован грубо говоря в том же самом db контексте как я уже сказал db с отработает по принципу репозиторий анти фреймворк корр имеет все возможности дин тестирования в том числе без использования паттерна репозитория то есть вы можете не использовать паттерн репозиторий потому что грубо говоря вот он уже в антифреймворк корр реализован на уровне ядра если хотите ну и на вопрос первый почему можно все-таки использовать анти фреймворк я скажу следующее что во первых анти фреймворк корр не дает и прям из коробки получить фильтрацию для разбиения данных то есть вы можете использовать link you там написать скип или тэйк ноги от пейджет листу антифреймворка нету то есть эти эти методы вам придется реализовывать а если учесть что это один из основных я не исключаю вероятность того что возможно никогда не появится в анти фреймворк корр тогда мы будем говорить уже про друг о другом и на другом видео но сейчас их пока нету и тем не менее вам придется это вручную реализовывать там где вы хотите получить список скипать и этой кати так сказать ну прошу прощения за фамильярность итак анти фреймворк корр не имеет возможности выдавать данные по запросу на основании ролей то есть это у него не вшита и соответственно вам придется какие-то данные получать на основании ролей для администраторов для менеджеров для каких-то набор рекламентов и это уже придется реализовывать то есть в любом случае да и не важно как вы назовете этот уровень пусть это будет то есть некоторые его называют юниту вор плюс репозиторию вас могут репозитории выдавать непосредственно с привязкой каким-то ролевым отношением или собственно говоря более высокий уровень юниту ворк тоже это делать ну юниту ворк вернее сохраняет это но тем не менее на уровне этом юниту ворка можно дополнительно расширить фишечки которые можно использовать во всем приложении опять же давайте еще в такой вот добавочку закину на самом деле эти ворк реализуют доступ к данным но никаким образом не призван реализовать механизмы обслуживающие бизнес-процессы то есть у вас реализации бизнес-процесс вы обычно вызывается начинается на уровне репозиторий продолжается на уровне юниту ворк как бы вот собственно игра именно поэтому юниту ворк управляет этими репозиториями почему нельзя говорить отдельно не значит база в реализации собственно говоря принципы доступа трансформации агрегации так или иначе вам потребуется реализовывать ну в общем то это уже и есть юниту ворк ну так или иначе на самом деле ну или в общем то какая-то его часть тем не менее вот есть игре про то что уже встроена в anti framework и то что вам придется доделать вот то что придется доделывать это это и есть юниту ворк по большому счету но опять же это на мой взгляд можете его оспорить и тем не менее я отношусь себя к тем кто использует юниту ворк и в общем то я вас призываю это делать хотя вы конечно решайте сами на самом деле я использую не ту ворк я использую всегда у меня зашит почти во все базовые сборки с ним удобно с ним комфортно его удобно трансформировать но это как бы на вкус и цвет как говорится все фломастеры разные как хотите так и делайте и собственно говоря у меня нет причин отказываться от использования юниту ворка нас надо сказать что некоторые проекты которые мне попадались они в общем-то то есть простые проекты обычной можно не использовать юниту ворк если нагореть просим вертикал слайс архитекта то когда у вас каждый метод разбивается грубо говоря на вертикальную производную которая затрагивает все слои то тогда вам эти фрэмворк от сто процентов не нужен вы прокидываете целиком дб контекст уже в контексте этого хендера в контексте непосредственно обработки этого вертикального слайса вы уже можете реализовать как раз вот этот вот и take и skip ну то есть конкретный бизнес операцию другими словами для простых приложений однозначно юниту ворк можно не использовать но я использую всегда потому что есть иногда такая потребность маленькое приложение перерасти в большое и уже в общем то я уже с этим сталкивался это сугубо мой личный опыт вам собственно грешать на свое усмотрение ну и давайте переключимся в visual studio я покажу некоторую сборку которую я сделал который я везде использую покажу как она работает давайте покажу даже исходники и в общем то я думаю что давайте переключимся дальше будем думать и перед тем как погрузиться в код я хочу показать что сборка лежит давайте для начала сборка называется юнит ворк у колобанга точками to work есть некоторое количество скачиваний я веду достаточно давно вернее выложил уже даже давно до этого ну там вот до самого низа там тоже было много всяких реализаций теперь она в открытом доступе теперь у нее есть исходники и давайте переключимся в исходники и посмотрим в общем ссылки все в описании вот здесь вот все прям есть я прям переключу сейчас вижу studio вот эта сборка и собственно говоря пробежимся немножко по ходу и так у меня есть а и репозиторий в общем и в целом здесь есть некоторое количество методов ой некоторое количество методов которые вы видите из названия там них множество перегрузок я на основных потом остановлюсь есть базовая реализация этого репозитория как вы видите она так или иначе связано с тем что используется db контекст то есть от привязка к нити фреймворку эта сборка не работает естественно других формах ну опять же сил причин определенных план неважно также у нас есть тот самый юниту work файл в котором тот самый save change в общем то и все да но есть еще некоторые переопределения то есть это юниту work он generic тип можно получить конкретный дб контекст определенного типа то есть дб контекст с дополнительными возможностями но суть сводится к тому что есть юниту work у него есть тот самый метод которыми говорил get репозиторий и в общем то этот save change но помимо этого есть еще немножко куча других методов которые позволяют просто напрямую обратиться к антики фреймворку я не так часто ими пользуюсь ну тем не менее да в общем то приходится здесь также есть штука которая называется begin transaction и last save change резалт я недавно ввел как недавно давно уже ввел и использую то есть если вы какие-то операции с антики фреймворк делаете обычно там делается save change и в общем то дальше трудно понять что произошло можно выхватить экземпшен и вот этот экземпшен попадает в этот объект давайте даже покажу с чего он состоит у него есть список сообщений которые появляются не если были какие-то ошибки есть к тот самый экземпшен который свершился допустим его можно прочитать это из этого объекта и даже наверно покажу как это делается и если говорить про реализацию юниту work то вот тут как бы на самом деле все очень просто обращаемся так сейчас покажу один момент вот save change работает с дб контекстом и здесь дальше есть его всякие разные оверрайды ну вот какой-то комментарий ненужный да была кстати удалена в последней реализации автохистерии у нее потому что перестала поддержка то есть на 60 они перешли поэтому мне от него пришлось отказаться удобная вещь ну ее можно поставить отдельным нугит пакетом если она вам потребуется ну и в общем то я могу передать пачку юниту work of и сохранить их пачкой как говорится ну и да наверно хватит об этом так давайте тогда я сейчас переключусь в другой проект на котором как раз для примера покажу как это в общем то все работает давайте для начала я покажу из чего состоит проект и здесь нужно начать с того что это ну во первых это консольное приложение которое для простоты будет отображать все в консоли у меня есть класс об в котором есть методы создания контейнера я чуть позже покажу создание велкома вывод на экран ну там все все как бы я покажу также у меня есть you model и я не знаю возможно мне придется воспользоваться возможно нет я надеюсь успеем есть у меня модели данных собственно говоря я взял из видео про автомаппер то есть есть person у него есть коллекция адресов и коллекция домашних животных дальше у меня есть набор хелкеров которые в общем то наполняют эти данные вот так вот набор хелперов которые наполняют этот самый person адрес и pets ну и еще надо сказать что у меня есть база данных так я чуть не развернул опса давайте разверну и покажу что у меня здесь на используется реальная база данных с реальными миграциями есть также конфигурация вот этих самых моделей то есть это реальная база данных вот он тот самый при кейсом дб контекст который я использую давайте перезаглянем в этот программ и так у меня есть application в котором я вложу метод в смысле show welcome создаю контейнер и наполняем данными и вот выдаю вот такую штуку на экран работает это вот таким вот образом вот собственно ready for show и как бы иначе говорит о том что у меня уже все есть для того чтобы начать работать давайте-ка покажу конкретно что собственно горе использовать а давайте еще вот так вот покажу у меня здесь установлен как раз тот самый юниту ворк естественно идентики фрунборк корр естественно с кель сервер то есть для того что это для того чтобы миграции создавать ну и и все и если начинает самого начала то знаю насколько интересна конфигурация принципе тех кто подписан на patreon они получат исходники так что верно не буду показывать давайте покажу при кейсом дб контекст который состоит из так 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 вот вот так покажу который состоит из собственно ряд трех сущностей которым можно обратиться и еще наверное мне нужно показать как наполняется контейнер то есть я использую dependency injection и здесь я сначала создаю скоб получая нет это сиденье дата я вас обманул прошу прощения так вот мы здесь вот создаем тот самый контейнер и так здесь у меня есть new collection в коллекцию я добавляю db контекст который называется application db контекст и у меня здесь используется реальная база данных который валяется в докере и вот вот через эту конфигурацию я подключаю и собственно говоря вот здесь вот в этом месте подключается юниту ворк то указывается какой-то бы контекст я использую builder создается и вот здесь вот вот я его где-то тут кубс где-то тут вот он валяется так давайте его найду чтобы в том числе и вас не было на тебе да вот он валяется здесь и к нему я буду собственно иметь доступ из программы чтобы получать непосредственно на репозитории и данные и вообще обратиться к контейнеру если мне этот print который выводят на экран в общем вы видите что он выводит и так мне заполнено данные давайте покажу еще какие данные что было понятно в концепции чего идет речь меня есть pet helper который возвращает для двух персонов 10 привязка по идентификатору шарик пограничный пес титаник а у другого пользователя ну в общем вот у этого только черный котенок у этого и боевая рыбка и пограничный пес также есть адрес два адреса смотрите одному пользователю два адреса и другому пользователю person 2 тоже два адреса я думаю понятно ну и собственно говоря person который у меняет два дармидонт и воприч тихо бздеев и общем-то геркулес дармидонт и суходрищев у них есть пачка от этих и пачка этих давайте попробуем что-нибудь получить из базы данных ну давайте сделаем простым способом ну для начала для того чтобы не получить мне нужно получить контейнер из собственно из контейнера давайте ну давайте тогда сначала так вот пошел об сервис провайдер get сервис в общем то мне здесь нужно получить а юнит ворк потом покажу как можно использовать generic тип вар ну что это у нас юнит ворк то есть вот эту вот штуку я прокидываю в контейнер допустим конструктор или свойства иногда бывает и вот этот вот юнит ворк у меня имеет те самые методы которые были озвучены ранее когда мы смотрели репозиторий и так для начала мне нужно get репозиторий и у меня есть естественно person и давайте вот так вот сделаю давайте сделаем так что у меня давайте сделаем вот так person репозиторий вот здесь делаем get required services то есть чтобы меня здесь не требовался ну был на проверка на ну так у нас есть person репозитории как я и говорил теперь в персон репозиторий можно сделать сингл и дефолт все 100 дефолт find from escape то есть обратиться непосредственно это ну давайте покажу то что на самом деле интересно обратите внимание что есть асинковые операции то есть с тасками то есть и асинхронный я имею ввиду и и простые я так как у меня пока не реализовано я буду получать допустим простые то есть не не синхронной операции допустим пусть будет person что такое не получается person равно синг то есть здесь я получу первого пользователя но я бы хотел обратить внимание на то что у меня есть есть в сигнатуре здесь на самом деле кажется все сумбурно но тем не менее самая главная штука это предикат предикат это то по какому образом мы будем выбирать этого персона я могу выбрать персона по идентификатору например равен ну понятно что не один это visual studio подсказывать не обращайте внимание давайте подскажу на вот так вот person у меня айди так вот ой вот таким вот образом я напишу чтобы использовать в нескольких сценариях итак у меня person айди и теперь я могу сказать вместо нет вместо так как ну да кстати она проверяется смотрите я уже запутался сейчас будем распутываться чувство дефолт горит о том что мы можем получить ну и поэтому здесь проверка должна быть на ну если person давайте не буду делать проверку на ну вы понимаете что она здесь должна быть я не буду тратить ваше время я вот скажу что у меня здесь точно она не но и собственно говоря запущу систему ну как вы видите у меня пришел person и в общем то здесь сразу видно что у меня уже тот идентификатор есть но обратите внимание что у меня адресы и пиццы смысле питомцы домашние они как бы пустые здесь у меня есть второй параметр который называется собственно rm include и здесь я могу указать но я обычно делаю таким образом он клуб что я хочу заинку иди сюда я могу сюда заинкудить как раз те самые пиццы и и далее я могу сюда заинкудить те самые адресы и теперь когда я запущу это все теперь у меня здесь уже как вы видите давайте вот так сделаем вот здесь у меня уже есть и собственно домашние животные и адреса для этого персона в смысле для этого пользователя но обратите внимание что у меня вложены так сказать объекты да вот допустим у пиццев есть персона у него ну и здесь можно это уже как бы нюансы непосредственно использования давайте вот мы пиццы используем так вот сделаем вот то можно сделать вот таким образом вот таким вот образом еще сделаю я обычно делаю чтобы было красиво мне главное чтобы нравилось вот и к пиццам я могу добавить так данным клуб ну это в общем то уже не относится к самому и по юнит ворк это уже непосредственно линкью я все равно покажу что это можно сделать им клуб допустим не персу и это вот такая штука и я сделаю контролев 5 ну здесь циклическая зависимость понятно что это нюансы реализации ну давайте тогда вот этот уберу не получилось показать ну так бывает в общем то здесь все сводится к тому что у меня возвращается нормальные сущности а я могу их использовать то есть так называемый projection здесь у меня здесь есть селектор я могу запросить у нтфремворка выдать мне непосредственно то что я хочу например чтобы у меня выдавался новый объект причем он это может быть какой-нибудь в моду или собственно говоря это может быть непосредственно даже анонимный объект я могу здесь поставить инью и написать что x точка чё у нас запустим last name x точка чё там чё с ним и x точка где-то тут есть и долны вот то есть теперь когда я запущу во первых нужно запятую поставить и запустить то здесь я увижу уже person у которого есть только три объекта смысле три свойства которые позволяют так называем про джекша сделать можно инклуду отсюда собственно убрать ну и для того чтобы еще показать одну штуку смотрите я могу получить здесь объект целиком и более того я могу здесь указать такой параметр как дизейбл трекинг то есть суть сводится к тому что когда я получаю get first и default или get paid лист которым пойдет 3 далее то я могу получить объекты я всегда получаю объекты на чтение да то есть это автоматом стоит дизейбл трекинг фолз я могу сказать дизейбл трекинг true вернее по умолчанию стоит труд и всегда отключена дизейбл трекинг фолз вернет не объект который можно изменять соответственно после этого если я сделаю каким-то операция например person сделать что-нибудь там ну допустим last name равно вася там какой-нибудь и потом сделать тот самый юниту work . save change то у меня в базу данных упадет собственно говоря вот это вот изменение если я здесь поставлю true то что стоит по умолчанию то вот этот вот изменение не попадут да за потому что этот объект не отслеживается изменениями в общем я думаю что здесь будет понятно чуть дальше а теперь как собственно говоря использовать теперь я могу обратиться вот к такой штуке который называется нету ворки который грелас цель в чем через залт у него есть по параметр и закей то есть не было никаких операций ошибок во время операции и я обычно использую так вот что наоборот есть они были тогда ну допустим какой-нибудь там логер print или там инфо или экземпшен ну можно здесь атаку показать из эпшен ласт оперейшем здесь вот экземпшен я могу сказать и гостим месседж то есть у меня ну вот так вот я могу сделать даже вот то есть если у меня были какие-то ошибки в процессе у меня здесь окей уже не будет у меня здесь будет фоллс и тогда у меня будет доступен объект экземпшен в котором в собственной игре и будет информация о том какой экземпшен был в процессе до выполнения и сохранения но это по разным причинам мог не вы например не могу сохранить объект или создать объект с таким же идентификатором теоретически ну давайте я покажу да это тоже на самом деле будет полезно знать допустим у меня есть ну давайте тогда прям так и сделаем вар персон персон ю какой-нибудь равеню персон и здесь ему создадим какие-нибудь свойства пусть будет идентификатор такой же персон один чтобы явно была ошибка давайте честные напишем честные тут на самом деле неважно здесь напишем классные здесь напишем классные ну и давайте еще прям скопируем и недавно и в общем вот такой вот объект и я допустим в тот же самый персон репозиторий я хочу его insert сделать ну я буду опять же использовать не асинхрованную не асинхронная версия и мне нужно указать какой я буду пирсом new сюда втыкать и соответственно так ну так давайте пока вот это вот пока все контроль как c закомментируем а вот сюда сохраним пирсом new другими словами мне сейчас явно должна быть ошибка и я прям запущу это в дебаги чтобы было понятно давайте вот так вот мы пришли сюда пирсом new у нас собрался и теперь его добавил базу данных а в процессе сохранения есть у меня ошибка если мне окей конечно у меня не окей потому что у меня person с таким уже существует ну и вот в общем-то в экземпшене написано что уже ключ такое существует мне кажется тут штука давно я на самом деле очень давно пользу мне кажется она очень удобно и я вам рекомендую к этому присмотреться как минимум что же мы видим здесь мы увидим здесь что у нас error ну и в общем здесь пока она не показывается она кстати здесь еще можно сделать ну ладно не буду экспериментировать где-то там была возможность давайте прям покажу что get base error это уже нововведение которые показывает о том что было внутри конкретной ошибки и здесь вот прям но здесь у меня сериализация я не смогу показать ну да то чего и боялся ну ладно бог с ним неважно это уже проблема сериализации там вложенность и новое вот это вот system.txt.json не совсем может корректно работать с этой штука но бог с ним неважно давайте вернемся к месседжес и вот таким вот образом собственно игра все работает меня была ошибка и поэтому персона вывела сохранить не смогла это что касается last save change result вот настоятельно рекомендую давайте теперь поговорим про не вставку объекта а про допустим ну опять же вот яھин-то то есть ну вот такой вот это вот так вот сделаем персонам уже не потребуется а вот варли равен person репозиторе get page list async реализация и есть get page list не синкризация ну и опять же здесь внутри есть те же большие оверайда да то есть я могу получить по фильтру или get page list вообще использовать без какого-то фильтра но тогда там достаточно все короче выйдет из базы это тоже на самом деле не есть good как вы видите вот пользователь 1 вот пользователь 2 допустим я хочу видеть не весь список а только тех у которых допустим адрес с не равен ну и адрес с нет конечно же ну допустим они да то есть у меня у меня всех они есть они естественно все покажутся но это что касается того как это работает давайте сделаем вот так и давайте проверим что это работает да действительно это работает то есть работал первая вероят мы видим всех опять же пользователей тихо бздеева и суходрищева а вот если я хочу получить только фамилии то это то делается тоже очень просто делать скуп раджекшен ну допустим классным запятая и тогда здесь у меня теоретически это будет предикат я просто знаю но тем не менее вы можете указать это и в ручном режиме то есть вот я сейчас запущу как вы видите у меня есть пейджет лист внутри айтамов только тихо бздеев и суходрищев а этого всего 2 по часа из 2 ой 20 то есть размер страницы ну то есть вот такая штука более того сейчас я могу даже сюда добавить давайте вот так вот сделаю , сделать order by то есть я могу здесь сделать еще группировку в смысле как это называется там сортировку по допустим order by кто у нас там будет классные потому что я выдергиваю и чтобы было видно ну и как видите теперь у нас суходрищев сначала а потом стал супер этих обездеев также я могу здесь опять же говорить что я могу получить но вот есть и говорить про сигнатуру я могу здесь также инклуды получить в одном же методе если ним не потребуется ну допустим клод какой-нибудь инклуд допустим чего-нибудь там ну пусть будут адресы да они у меня всегда есть и соответственно в селектор я могу допустим так я могу сказать что хочу получить you пусть будет анонимный объект опять же для вашего понимания ну пусть будет адрес равен с . адрес с first где есть дефолтный то есть я могу получить все адресы которые дефолтные я знаю что они у меня обязательно есть я здесь поставлю восклицательный знак что подтверждает их обязательность и теперь у меня вот смотрите у каждого пользователя есть классный и адрес более того я могу дальше играться с прожекшенами то есть получить все что мне нужно в общем то как бы ну не то что прям совсем из коробки код пришлось писать ну а здесь могу показать что еще есть такое понятие давайте вот так вот покажу не даже не так а вот сейчас покажу вот так делом господи вот тут покажу вот такую штуку которая в общем то здесь еще есть вдобавок но во первых я уже говорил что можно сюда для пейджинга передать есть параметры по умолчанию а также есть номер страницы и page size тогда вам будет вернуть тогда вам вернется объект уже с нужным количеством вам страниц 20 по умолчанию напоминаю также я могу получить объекты для редактирования то есть дизейбл трекинг у меня по умолчанию true если поставлю false то те объекты которые получу их можно будет изменять ну я вот про этот список который наполняется далее есть еще свойство которое называется игно рекори был фильтр ну вы наверняка знаете что в антифор есть предопределенные или наверное сказать глобальные фильтры которые интегрируются в конфигурацию и при запросе той или иной сущности они автоматически срабатывают то есть вы можете получить но есть такая штука называется там псевдо удаление да когда вы какую-то сущность помечаете атрибутом изделиты равно true явно не удаляю из базы данных и вот в предопределенных ли в глобальных фильтрах можно указать что вы всегда было false то есть всегда отбрасывать те записи которые были удалены якобы то есть помечены атрибутом в то есть свойством изделит true и можно вот эти вот и глобальные фильтры игнорировать поставить в данном варианте ignore filters query но если мне допустим персоны были удалены поставить false вернее ignore true и тогда я получу все в том числе и те которые помечены атрибутом на удаление но вот такая вот полезная штука на мой взгляд вот и давайте я здесь пока ничего не буду делать давайте посмотрим что еще можно сделать я уже честно говоря не помню там много всего ну во первых смотрите сейчас мне давайте вот так вот юнит work у меня есть save change я уже показал как он работает есть begin transaction собственно суть сводится к тому что я могу делать какую-то пачку операции ну допустим если использовать новый красивый синтаксис using war transaction вот подсказывает но это вот такой вот первый вариант и здесь когда у меня были все действия завершены я могу сказать transaction комит комит и синг или роллбэк роллбэйка синг в общем то и дальше ну вы понимаете как работают транзакции я я надеюсь что вы понимаете далее транзакции могу получить асинхронную соответственно если мне будет асинхрованные методы например у вас пойдут на это кор и это на самом деле прикольно работает как бы используется транзакции эти фреймворка дальше есть мне экзекутор с кем он где могу непосредственно как выбирать вот так вот покажу в сигнатуре надеюсь видно нет нет не видно да видно наверно и сквель вот используется и набор параметров то есть вы можете прямо на прямой базе данных обратиться из юнитов ворка дальше есть еще полезные штуки такие как сет авто дтк change то есть если вы работаете с большими операциями то есть с пакетным преобразованием каких-то данных или обновлением или удалением то эти фирмворк по умолчанию включает всю эту обработку и хранит их память и отстеживает их содержание если вы знаете точно что вам нужно удалить там но я удалял честно говоря там порядка 30 35 тысяч до записей и вот если в цель сет детектор change равен твой равен false то есть отключается отслеживание то 33 или 35 на самом деле тысяч записей по моему за 800 миллисекунд удалялись насколько я помню но это было очень давно так а это нужно вот так уделать прошу прощения я уже просто забыл вот с этот этот ченщик то есть мой юнит вор говорит нити фреймворку не отслеживать в какой-то код потом я здесь вот делаю давайте вот так вот покажу control d и потом я снова включаю то есть каком-то методе а сначала отключаете отслеживание а потом после того как всей даме там safe change уже сделал делаю включение ну тоже думаю что это понятно дальше наверное еще нужно показать следующую штуку которая так трек граф ну я не буду показывать если интересно изучите сами и еще я хотел показать вот что смотрите я могу получить давайте сделаем вот так вот юниту ворк у меня сейчас имеет мало так называемых методов собственно и свойств которые определены только интерфейсом если вы помните я могу получить еще вот такой application дб контекст и здесь у меня уже получается доступ непосредственно к самому дб контекст а вот то есть если получая просто юниту ворк то это абстракция непосредственно это ворка если говорю что какой-то дб контекст мне появляется вот если видно сразу дб контекст вот он и здесь я уже могу обратиться к дб контекст где собственно ли у меня существует уже какие-то другие дополнительные операции то есть мне опять же это будет управление юнитов управление репозиторием через дб контекст который лежит внутри юниту ворка собственно я это иногда использую чтобы достучаться до сейчас покажу что есть тут attach вот собственно который позволяет подключить есть здесь attach range и еще есть n3 когда я могу загрузить явно и ну допустим так здесь нужно указать person например вот и тогда я могу прочитать коллекции могу их проверить из лоуд это не или загрузить непосредственно по свойствам навигации вот то есть более гибкая тут штука внутри уже как бы валяется можно тоже использовать ну и соответственно здесь есть модел датабейс фасад как вы видите тот самый change tracking change tracker вернее и контекст идеи в общем здесь более глубокая информация если вы будете получать непосредственно вот вот этот вот объект более того если вы этого делать не захотите то ну давайте покажу что можно сделать это вот так потому что так или иначе реализация внутри говорит о том что это есть и таким образом у меня здесь появляется дабы датабейс внутри который ну вот вот так вот они так нельзя сделать да я вас обманул это было в старой реализации в новой этого нету но тем не менее можно прокинуть и использовать непосредственно ну то есть датабейс конечно появилась вот обратите внимание вот это к фасаду только достучаться можно но и это наверное все потому что в старой реализации там было больше ну ладно проехали не быть в общем здесь у нас есть датабейс где вы соответственно можете более глубокие реализацию глубокие манипуляции сделать системой ну хотя там получить connection например вот экзекьют и дженерейт скрипты как таковой вам идите фреймворк экземпляр не нужен к вопросу о том нужен линии нужен юнитого нет ворк чуть покрывает с лихвой ну в общем то я думаю здесь тоже будет все понятно вам если захотите разберетесь ну наверное мне больше нечего показать хотя наверное еще покажу вот что допустим я хочу получить персом и моду и здесь я могу через про джекшн создать вот такую штуку то есть наполнить его конкретными данными то есть здесь как бы ручное вариант в отличие от автоматера о котором была речь в прошлом видео вот здесь про джекшн на get я обычно не использую автоматинг ой то есть автоматер то есть маппер маппинг не использую а здесь можно выбрать конкретные в модулы или можно использовать анонимный как я показал раньше либо убрать эту штуку получить непосредственно список персонов ну вот такая вот мне кажется удобная штука так что еще показать ну во первых давайте покажу еще что здесь есть другие операции понятно что есть каунт понятно что есть инсорт есть а вот есть экзист можно проверять наличие объекта ну и другие дополнительные полезные фишечки на мой взгляд они тоже иногда имеет место быть в общем вот такой вот пакет я его использую отказываться от него не собираюсь это удобно особенно когда переносишь что-то из работающего проекта в другой проект ну вот как то как то вот так а ну еще еще наверное очень важно показать что у да это тоже важно есть имеет work есть get all они подождите у меня есть person репозитории конечно же у него есть get all и здесь по умолчанию всегда требуется указать ну вот если вы видите вот здесь вот вот по умолчанию параметр дизей был трекинг true ну я сделаю явным указать потому что были такие моменты что в общем то как мы думаем что мы знаем оказывается нет я должен указать здесь обязательно что я хочу сделать то есть отключить трекинг и вот get all собственно вернет уже все сущности из вашей таблицы без каких-либо модификаций кроме того сделать их только для чтения если поставлю соответственно false то я получил все сущности но есть конечно дальше фильтров не сделала то которые будут ваши таблицы но они уже будут доступны и на чтение да то есть их уже может быть то есть они уже будут иметь возможность модифицироваться потому что если вы поставите true то есть получите без возможности со включенным трекингом то тогда с отключенным вернее трекингом тогда вы получится все изменения которые вы сделаете сущностями они будут проигнорированы ну вот так наверное вот я все рассказал что хотел давайте на этом остановимся наверное наверное все вам спасибо большое за то что смотрите и спасибо что комментируете особое спасибо спонсорам ну и в общем то опять повторюсь что исходники и презентация будут доступны на патреоне ссылка в описании всем хорошего дня и пишите правильный код и и и Субтитры подогнал «Симон»